Уникальную маску обнаружили археологи на территории Южной Америки, а 500 лет назад наши предки нанизывали человеческие позвонки своих родственников на палки. В Китае откопали статую дракона с головой тигра, а легендарный Рама обладал луком и стрелами с ракетами. Что еще скрывает древний мир, вы узнаете в этом видео. Знаете ли вы, что можно управлять силой мысли, напечатать себе дом или органы на 3D принтере? Ведущий канала в интервью с учеными разбирается, как победить время, есть ли таблетка от старения, можно ли с помощью ветра вскипятить чайник и что помогает спортсменам выигрывать соревнования. Невероятные открытия наших соотечественников в отличном качестве, понятным языком и в развлекательной форме. На что способны люди даже не верятся. Я все видео посмотрел на одном дыхании. Подпишитесь на канал нашей «Все» и узнавайте обо всех открытиях в области науки и технологий. Ссылка в описании. Я в Якутии. Что я делаю? Пытаюсь выжить. Там внизу находятся тысячи образцов семян. Нету здесь ни вентиляторов, ни хладагентов. 200 квадратных метров. 200 квадратных метров мы забронировали. Аптечку собрать, чемоданчик собрать. Вот это я понимаю, вот это горит. Сейчас не постанова никакая. Берцовая кость мамонта может выдержать практически что угодно. А мы продолжим изучать находки археологов. Привет, друг. Ты на канале Киртоп. 500-летние кости на палках. Сотни лет назад коренные жители прибрежных территорий современного Перу собирали останки своих мертвых из оскверненных могил и надевали их на палки. Ученые насчитали почти 200 таких палок в каменных гробницах на территории долины культуры Чинча. Археологи предполагают, что в появлении такой практики виноваты испанцы, которые разграбляли эти могилы. В попытке хоть как-то вернуть целостность останкам своих предков, коренные жители нанизывали их на такие палки. В общей сложности археологи изучили 664 могилы на 44 кладбищах, раскинутых по территории в 40 квадратных километров долины Чинча. Они нашли 193 палки с позвонками. Определить их возраст удалось по радиоактивному углероду в костях и дереве. Радиоактивный углерод накапливается в организме в течение жизни, а после жизни с известной скоростью распадается на азот. По количеству оставшегося радиоактивного углерода можно выяснить, когда умер организм. Анализ показал, что позвонки и палки умерли в 1450-1650 годах н.э. В период распада империи инков и захвата власти европейскими колонизаторами. Большинство таких восстановленных захоронений ученые нашли в крупных каменных гробницах, называемых чулпами. В таких гробницах почти всегда хоронили по несколько человек. В одной ученые насчитали останки сотен людей. На пике рассветов в 1000-1400 годах в королевстве Чинча проживало около 30 тысяч человек. В конце 15 века они слились с империей инков. После прибытия европейцев, голода и эпидемий численность народа сильно сократилась. В 1583 году осталось всего 979 домов. Из европейских документов известно, что испанцы часто опустошали гробницы Чинча, собирая золото и артефакты и уничтожая останки. Статуя дракона с головой тигра Китайские археологи во время раскопок в легендарных руинах Сан-Синдуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили уникальную бронзовую статую божественного зверя – дракона с головой тигра и драконьими рогами. Передние конечности бронзовой статуи стоят на треугольном медной скобе, а задняя часть уходит наверх. Статуи археологи нашли в декабре 2021 года, но рассказать о находке они решились накануне китайского Нового года, который по восточному календарю как раз является годом тигра. Сообщается, что корпус бронзового божества еще не полностью раскопан. Из-за нехватки времени и тяжелых рабочих задач, специалисты решили провести вторые полные раскопки этого артефакта в марте 2022 года. Уже известно, что артефакт относится ко времени династии Шан, существовавшей на территории Китая с XVI по XI века до н.э. По словам ученых, бронзовая статуя полудракона-полутигра, скорее всего, являлась либо религиозным предметом, использовавшимся в ритуалах, либо была символом или тотемом какого-то неизвестного влиятельного клана. Однако больше подробностей можно будет узнать лишь после завершения раскопок и изучения скульптуры в лаборатории. Загадочная женщина старше Эци на 300 лет Австрийские ученые повторно исследовали останки индивида, обнаруженные еще в 1909 году в окрестностях Граца, и выяснили, что они принадлежали пожилой женщине, умершей в возрасте более 50 лет, около 3630-3380 годов до н.э. Это древнейшие человеческие останки, обнаруженные в Штирии, который старше найденного неподалеку Эци примерно на 300 лет. Исследование ее костей показало, что за свою жизнь она нередко голодала, а после смерти ей, похоже, отрезали голову. В эпоху позднего неолита и анеолита, то есть около 4900-3400 годов до н.э. в Центральной Европе на территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии, Словении и Польши сформировалась археологическая культура Лендьелл, которая названа так по одноименному могильнику, раскопанному еще в конце 19 века. Это время выделяется в первую очередь благодаря освоению обработки меди, которая у носителей культуры Лендьелл в основном представлена находками украшений. Эти люди, занимавшиеся преимущественно земледелием, предпочитали селиться в больших укрепленных поселениях, с которыми связаны и их могильники. Погребения совершались в основном по обряду ингумации, в скорченном положении на боку, причем мужчин нередко хоронили без черепов. Ученые отметили, что это была достаточно крепкая женщина маленького роста, которая умерла в преклонном возрасте, около 53 лет. Исследование костей показало, что у женщины была хорошо развита мускулатура, видимо, в результате переноски тяжелых грузов на дальнее расстояние. Останки также демонстрируют свидетельство многократных периодов недоедания, что привело к высокой восприимчивости к болезням. Видимо, ее низкий рост, порядка 147 см, также был следствием дефицита питательных веществ. Исследователи обнаружили на ее черепе признаки манипуляции. Так, у женщины оказалось расширено затылочное отверстие с помощью разрезов, а также удалены мыщелки. Кроме того, следы вмешательства видны на ее первом и втором шейных позвонках. Ученые полагают, что вскоре после смерти ей отделили череп от шейных позвонков кремниевым ножом. О причинах такого поведения, по мнению исследователей, судить сложно. Возможно, это часть погребального обряда, желание извлечь мозг или получить трофей. Фрагменты золотного шитья в Арктике Тюменские ученые при раскопках в Арктике нашли фрагменты золотного шитья 17 века, что является первой подобной находкой в России. Ранее экземпляры такого золотного шитья и мужской верхней одежды были известны только по гравюрам. Вещи сохранились благодаря климату Арктики. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что золотные нити состоят из шелкового сердечника, сложенного из 200-300 шелковых нитей и окрученных полосками фольги. Нити сделаны в Западной Европе, но сама одежда была изготовлена русскими мастерицами. До наших дней находки сохранились благодаря условиям Арктической зоны, мерзлоте и особым почвенным процессам. Одежды с золотным шитьем селькупом, возможно, достались в качестве оплаты за царскую службу. Подобных находок нет ни в одном музее России. Остатки золотного шитья планируется экспонировать в музее Силихарда. Остатки царских одежд в Израиле Исследователи из Израиля, проводя раскопки в долине Тимны, обнаружили остатки тканого полотна, кисточку и волокна шерсти, окрашенные в так называемый королевский пурпур. Оттенок ткани соответствовал библейским описаниям пурпурных одежд, которые носил царь Соломон и другие древние правители. По словам ученых, они получили возможность заглянуть в гардероб библейских царей. Пурпурный краситель обладал ярким цветом и долговечностью, но его было крайне сложно раздобыть, поэтому он отличался очень высокой стоимостью и был доступен лишь избранным. Радиоуглеродное датирование подтвердило, что находки датируются примерно тысячным годом до н.э., что соответствует временам библейских царств Давида и Соломона в Иерусалиме. В то время пурпур изготавливали из моллюсков, обитающих в Средиземном море. По словам историков, он стоил даже дороже золота. Ученые отметили, что это первый случай обнаружения пурпурной ткани Железного века в Израиле и вообще во всем Южном Ливанте. Раньше удавалось найти только отходы от раковин моллюсков и черепки с пятнами краски, которые свидетельствовали о пурпурной промышленности. Ткань сохранилась в долине благодаря ее чрезвычайно сухому климату. Тайна лурестанских бронзовых фигурок В конце 20-х годов прошлого века рынок антиквариат наводнили изысканные бронзовые фигурки. Это были изображения людей и животных, бронзовые кубки с тиснением и изящные булавки. Они приводили в восторг ценители старины. Однако о происхождении этих фигурок было мало что известно. Торговцы указывали только регион в горах – Лурестан. При этом никакой информации о цивилизации, времени или точном месте их происхождения не сообщалось. Фигурки начали распространяться с 1928 года, когда в городке Харсин, примерно в 30 километрах к востоку от Керманшаха, местный фермер обнаружил их на своих полях. Слух о них быстро разошелся, как среди ученых, так и местных жителей, которые быстро принялись за раскопки. При этом в город направились потоки торговцев, которые покупали произведения искусства и перепродавали музеям и коллекционерам. Первым западным археологом, исследовавшим бронзовые фигурки, был ученый немецкого происхождения Эрих Шмидт, который впервые начал исследовать Лурестан в 1935 году. По совету жены Мэри Хеллен, он решил использовать самолет для осмотра территории. Таким образом, Лурестан и другие иранские объекты, в том числе Персеполь, были предварительно изучены сверху. Аэрофотосъемка оказалась ценной не только для исследования мест, но и археологии в целом. Впоследствии она стала широко применяться археологами во всем мире и используется по сей день. Правда, кроме аэрофотосъемки, в последнее время ученые также используют лазерное картографирование. Несмотря на множество несанкционированной раскопки, которые начались еще в конце 20-х годов, команде Эриха Шмидта удалось найти большое количество изделий из бронзы, слоновой кости и керамики. Все предметы были схожи с теми, которые были найдены ранее. Большая часть исследовательской работы в Сургдуме была сосредоточена вокруг многокамерного сооружения, которое, как считалось, было храмом или местным поклонением. Кроме того, археологи также нашли много предметов в гробницах. Цивилизация, создавшая эти изделия, по-прежнему остается загадкой. В число кандидатов входят ранние медяне, индоевропейская группа, жившая в этом районе. Другие ученые склоняются к тому, что фигурки были созданы кемерийцами, кочевым народом, который возник на юге России, и, возможно, переселился в Лурестан в 8 веке до н.э. Клинописные надписи на мечах, найденные в этом регионе, предполагают, что изделия созданы коситами, народом, поселившимся в Лурестане примерно в 16 веке до н.э. До начала 12 века до н.э. он оккупировал центральную и южную Месопотамию. Что касается самих фигурок, многие из них изображали мужчин и женщин. Также было найдено много фигурок животных, которые варьируются от больших кошек или хищных птиц до мифологических зверей, таких как грифоны и сфинксы. Этот мотив характерен для многих древних цивилизаций. Считается, что он символизирует господство человека над природой. Тысячелетняя капсула времени Хочу показать вам древнее подводное место, о котором вы вряд ли слышали. Это место называется Пещера Шиян, которая, вероятно, является самым крупным подводным карьером на планете. Внутри пещеры есть следы работы машин и другие факты, указывающие на то, что он был создан неизвестной цивилизацией. И так как внутри она затоплена водой, ей удалось избежать естественного выветривания. Таким образом, эта пещера – капсула времени с чистой водой. Пещера расположена на территории Китая, недалеко от Южного моря. На самом деле, эта гора вовсе не гора, а потухший вулкан возрастом более 80 миллионов лет. Вход в пещеру довольно скромный, но стоит войти внутрь, и вы увидите зал, способный вместить тысячу человек. На другом конце зала начинаются искусственные пещеры, затопленные водой. Кстати, гора расположена на высоте 100 метров над уровнем моря. И все это внутри потухшего вулкана. Лишь в 2009 году группа дайверов решилась выяснить это. Их исследования показали, что пещера имеет площадь не менее 60 тысяч квадратных метров. Под водой они обнаружили бесчисленные ступени, ведущие в нижние залы. Следуя за ступнями, дайверы обнаружили сложенные каменные плиты, которые, очевидно, были остатками древней выработки. Их внешний вид напоминает внешний вид плит тротуара в Древнем Китае. Дайверы смогли составить карту пещеры. Ныряльщики также обнаружили различные чаши, подставки для ламп и лестницы из бамбука. Стенки пещер покрыты илом, однако под ним дайверы смогли обнаружить следы инструментов. Похожие отметины можно увидеть в карьере Яншань и Бальбеке. Кстати, ученые до сих пор не знают, как сделаны эти отметины. Ручными инструментами сделать их невозможно. Так как пещера была открыта заново не так давно, можно быть уверенным, что эти следы появились там тысячелетия назад. Исследователи предполагают, что древние китайцы обнаружили эти пещеры тысячи лет назад и использовали их в качестве карьера. При этом они работали не на максимальной глубине. Об этом говорят найденные находки вроде ламп и инструментов. Да и транспортировать готовые тонкие плиты было бы крайне затруднительно. Об этом говорят и грубо сложенные лестницы из булыжника. При этом на стенках всюду можно найти следы сложных унифицированных инструментов. Это говорит о том, что в этих шахтах работали совершенно разные типы рабочей силы. Это наводит на мысль, что это сооружение – мегалитическое сооружение, созданное неизвестной цивилизацией, господствующей на Земле тысячи лет назад. Лук и ракеты Рамы Рама – главный герой древнего эпоса Рамаяна, который всегда изображен с луком и стрелами. В легенде говорится, что он никогда не промахивался, а его стрелы могли проходить сквозь несколько целей одновременно. Например, на этом изображении его стрела проходит через семь деревьев. Обычно древние скульпторы изображали людей с примитивными луками, но лук Рамы и его войска всегда имели необычные детали. Вот так изображены лучники на стенах храма Ченокесова. Лучники маршируют рядом с обычными пехотинцами в обычной одежде, а у их луков есть колеса. Удивительно то, что современные луки используют такие же ролики, которые, согласно Википедии, были изобретены около 50 лет назад. Но стены храма ясно дают понять, что древние еще тысячу лет назад использовали эту технологию. Конечно, придет какой-нибудь эксперт и скажет, что это просто украшение, цветочки. Но зачем солдатам украшать свое оружие? Неужели Раме нужны были лишь ролики на его луке, чтобы пробить семь деревьев? Теперь посмотрите на их стрелы. Все прекрасно знают, что стрела должна быть тонкой и длинной, но стрелы, которые мы видим на этих изображениях, больше похожи на ракеты. Наконечник стрелы выглядит так, будто внутри него что-то есть и совсем не похож на простой заостренный наконечник. Помните фильм Рэмбо? Есть парень на ютубе, который доказал, что приделывать взрывчатку к стреле проще простого. О том, что это стрелы ракеты, а не стрелы, говорят и легенды о Раме. В них говорится, что область, куда попадала стрела, разрушалась, а его враги взрывались, оставляя после себя лишь сажу. Узнать достоверно, был ли у Рамы и его солдат такая продвинутая технология, невозможно. Однако мы можем судить о древних людях по резным фигуркам и можем с уверенностью сказать, что они были невероятными строителями, превосходящими даже современных. И опираясь на этот факт, можно сделать вывод, что и оружие у древних людей могло быть куда сложнее, чем нам говорят историки. Древняя маска из странного вещества Совсем недавно мир облетела сенсационная новость о том, что у берегов Флориды были обнаружены таинственные артефакты. Их древность была очевидна, а происхождение неизвестно. Всего в руки ученых попало 7 предметов. Все они созданы из материала, который практически не встречается на Земле – Иридия. Конечно, данный предмет был сотворен руками людей и во вполне земных условиях. Дело в том, что Иридия в большом количестве встречается в упавших метеоритах. Видимо, древние люди заметили знак с небес и отправились за ним. Добыв драгоценный камень, они стали создавать культовые предметы. Анализ артефактов показал, что им не менее 12 лет. Учитывая, что Иридии очень тугоплавкий и твердый материал, видимо, стоит пересмотреть уровень развития металлургии у древних инков. Предположительно, именно им принадлежат данные предметы. Лично у меня нет сомнений, что древние цивилизации обладали запредельными знаниями в тех сферах, которые современному человечеству еще не покорились. Поэтому нет никаких сомнений, что мастера 12 тысяч лет назад смогли создать данные шедевры. Наибольший интерес вызвала маска бога Виракочи. Ее толщина составляет всего 1,7 мм. При этом на ней находится рисунок великого божества и различные культовые символы. Данный артефакт позволяет сделать вывод, что культура поздних инков крайне скудна, если сравнивать с предметами, которым тысячи лет. Изображение бога Виракочи позволяет точно определить происхождение изделия. Его сотворили инки 12 тысяч лет назад. Однако современная история указывает на то, что империя инков – одна из наиболее молодых цивилизаций. Получается, историки намеренно скрывают правду о древних инках или очень мало знают об их истинной культуре. Ничего не напоминает вам? Англосаксы уничтожили великую историю индейцев, чтобы было ощущение, что Америка построена не на гибели индейских цивилизаций, а на территориях, которые занимали кочевые необразованные племена. Аналогичной чистке подверглись и наши славянские знания. Истории нельзя верить. Слава богу, артефакты помогают узнать забытую истину. Оцените видео своим пальцем вверх или вниз и расскажите о ролике своим друзьям. А на каждый добрый комментарий я постараюсь ответить. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok